Псалом 118, 69. Царь Давид говорит такие слова. Гордые сплетают на меня ложь. Я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Обратите внимание, также мы научены из Писания, что гордость является причиной падения. Мы видим, что Евангелие говорит нам, а также говорит нам Ветхий Завет, что сатана он пал. И причина падения сатаны была гордость. Он возгордился. Также в Ветхом Завете говорится, что перед падением возносится сердце человека. Обратите внимание, что когда Бог ставил царей или ставил пророков, когда Он давал им то или иное служение, то гордые люди всегда сплетали ложь и всевозможные сети на Божьих слуг. Так было и с царем Давидом, который был мужем по Божьему сердцу. Давид говорит, что гордые люди сплетали на него ложь. То есть сеяли о царе сплетни. Но Он говорит, что несмотря на все это, несмотря на то, что они обо Мне сплетничают, Я буду хранить Твои повеления. То есть, невзирая ни на что, Я буду верным Господу Богу. Об этом также говорил и апостол Павел. Нас почитают обманщиками, но мы, говорит, верны. Павел говорил, что люди также сплетали о Нем всевозможные сети, байки, лживые вещи, преследовали и пытались оклеветать Его и очернить Его, искажая Его собственные слова. Как говорится в одном из посланий, что в некоторых Его посланиях есть нечто неудобо-вразумительное, что невежды и неутвержденные в слове искажают или извращают к своей собственной погибели. То есть, некоторые люди просто-напросто умышленно брали и искажали. Как это обычно происходит? Царь Давид говорит, что гордые сплетают сеть на Него, сплетают ложь, лживые вещи сплетают. Как это обычно происходит? Когда ты свидетельствуешь, говоришь или проповедуешь Евангелие Иисуса Христа, то ты высказываешь определенную мысль, которую Дух Святой положил тебе на сердце. Но если слушающий тебя горд в своем сердце, или имеет какое-то предубеждение относительно тебя, или какую-то личную неприязнь к тебе, то он пытается улавливать тебя за слова для того, чтобы извратить твои собственные слова и превратить это в сплетни. То есть, обычно сплетни имеют основание на искаженных вещах, на домыслах. К примеру, происходит что-то с братом. Ну, случилась с ним какая-то ситуация, там, ну, несчастный случай, да, к примеру. То те люди, которые имеют к нему предубеждение, горды, и имеют всегда неприязнь к этому брату, они начинают строить догадки. То есть, ни один из них не знает, почему у брата случилось несчастье, к примеру. Но они начинают строить догадки и говорят, а, это потому что он вот это сделал, это потому что вот это, это это, это то. И далее, будучи не знающими сутью вещей, они начинают нести в мир, нести, ну, другим, от одного верующего к другому, передавать свою собственную искаженную информацию, выдавая ее за истину Божью. Ну, приведу один из примеров из своей личной жизни, как это бывало в моей жизни. Конечно же, про самого себя я неоднократно слышу таких новых вещей, что просто порой даже диву даешься, что я даже думаешь, ого, я за себя такого не знал, даже сам, как люди знают. Ну, к примеру, приведу такой пример. Когда я женился, когда я познакомился со своей женой на Украине, это было на христианском съезде, то некоторые верующие, имеющие ко мне предубеждение, были весьма этому не рады. Особенно, когда мы решили жениться на третий день нашего знакомства. Ну, так вот, мы познакомились на съезде, два дня подружили, ее родители пригласили меня к себе в гости, я поехал к ним в гости, а потом мы с ней решили жениться, я уехал к себе в Россию, я тогда проживал в Ясентуках. Через месяц она ко мне приехала, и мы поженились. Так вот, многие верующие, которые были близки ко мне, любили, уважали меня, они были очень рады за меня. И даже ни у кого не возникало таких мыслей подозрительных, а чего это так быстро он женится, куда это он торопится, не успел познакомиться, уже решил жениться. То есть, таких мыслей у них не возникало. А те люди, у которых ко мне было предубеждение, постоянное, да, которые, ну, могли, так сказать, сплетать на меня всякую ложь, они отнеслись с подозрением, что это он так быстро решил жениться. А, некоторые подумали, точно он, наверное, на этом съезде сблудил, и теперь, наверное, она забеременела, и вот надо же как-то быстрее теперь следы заметать, надо же быстрее жениться теперь ему. Вот. Другие, другую версию сказали, ай, да он похотливый такой, у него дух блуда, и вот ему быстрее не имется, ему как можно быстрее вот надо вот жениться, и поэтому вот они, типа, друг друга два блудника нашли, друг друга вот, и вот, типа, вот как можно быстрее им надо жениться. И таким образом люди распространяют, ну, знаете, причем называют это якобы откровениями, ну, якобы это им Дух Святой открыл. Они же напрямую не скажут, что вот мы брата Женю недолюбливаем, и вот мы хотим гадости ему сделать. Нет. Конечно же, они все это заворачивают в духовную оболочку, заворачивали, преподнося это как вот некое у них откровение. Потом дальше произошла вообще смешная история с этими сплетниками. Вот. И первый год, после того, как мы поженились, то есть, наверное, все же ожидали, что сейчас вот жена уже беременна, они же думали, что, наверное, мы там наблудились где-то. Первый год мы не имели детей, вот, в связи с некоторыми обстоятельствами, то есть первый год у нас не было детей, и, значит, запустили следующие слухи обо мне. А-а-а-а, говорят. И причем это у них откровение, опять они это откровениями называют. И говорят, кстати, моя жена уже была потом беременна, уже была на нескольких месяцах беременности через некоторое время. А никто же об этом не знает, и мы об этом никому не говорили. Ну, зачем нам это рассказывать? Вот. И когда моя жена уже была в положении, то некоторые сестры духовные получают откровения. Знаете, как смешно было? Они, значит, получают откровения, как они подумали от Господа. А, вот Девятьярову Бог не дает детей. Это значит какое-то наказание. Бог ему детей не дает. Что ж это Таня у него не беременеет уже больше года? Детей нету, значит, проблема. А прямо в это время моя жена уже ходит с животом в положение. Вот таким образом сплетники, они проявляют себя. Итак, вернемся назад к царю Давиду. Он говорит, что эти люди сплетали на него ложь. То есть систематически выдумывали про него разные байки. Обратите внимание, что одно из сильно действующих оружий дьявола – это сплетни. Сплетни поражают практически 90% церквей. Они разваливаются и теряют силу. Сплетня, которую дьявол пытается внедрить в христианскую среду о том или ином брате, «Если эту сплетню кто-то из верующих воспримет и, не дай Бог, понесет ее дальше по христианским кругам, я вам гарантирую, такая церковь, какая бы она ни была духовная, если она не прободрствует и попустит себе вариться в сплетнях, я вам гарантирую, эта церковь будет пораженная церковь». Не зря еще апостол Павел говорил такие слова, чтобы поношение, или точнее осуждение на пресвитера, на служителя, принимай не иначе как при двух или трех свидетелях. То есть если ты принимаешь, ну пусть даже не только на служителя, на брата твоего и на сестру, потому что по сути мы все служители, только у каждого разное служение в теле Господа. Так вот, если ты принимаешь от кого-то на брата твоего и на сестру, и при этом нету двоих и троих свидетелей, то ты являешься автоматически переносчиком сплетни. Поэтому апостол Павел, он старался защищать церковь, чтобы мы не были скоры на то, чтобы греть свои уши, какую-то свежую сплетню про брата или сестру послушать и повоздыхать, знаете, как это обычно происходит у верующих на кухонных разговорах. Еще хочу, чтобы вы обратили внимание, даже если находятся два или три свидетеля, то свидетели должны быть в действительности проверенными людьми. Они должны быть теми людьми, которым в действительности можно доверять. Они действительно должны быть наполнены Духом Божьим. Например, священники, фарисеи Саддукеи, и вот та группировка, которая была против Иисуса Христа, против него тоже нашли свидетелей, но это были лживые свидетели. Они поступили практически по закону, да? Они против Иисуса привели свидетелей, которые говорили, да, мы слышали его богохульство. Обратите внимание, каким образом рождаются сплетни. Иисус Христос не богохульствовал, не хулил ни храм, ни закон Моисея. Он просто сказал такие слова. Разрушьте этот храм, и я в третий день воздвигну его. Но люди превратно взяли его слова, но в его слова вложили совершенно иной смысл, и стали говорить, да, мы слышали, что он сказал, что разрушит этот храм. Да, мы слышали. Он хулил Моисея, хотя Иисус ничего плохого не говорил о Моисее. Но люди сплетали о нем ложь, да? Они могли называть его и до сегодняшнего дня, там, сыном какого-то римского легионера, что якобы Мария там наблудила. Они сплетали ложь постоянно об Иисусе. Они говорили, ученики его выкрали, украли они его тело. Потом другие говорили, да они его съели, они же каннибалы. Он же сказал, ешьте в мою плоть и кровь. То есть они брали слава Божьи, но в них вкладывали свой собственный смысл для того, чтобы очернить Иисуса Христа. Сегодня дьявол поступает с каждым из нас, с каждым из верующих детей Божьих поступает таким же самым образом. Он берет ваши слова, он берет ваши слова и вкладывает в них совершенно извращенный смысл. Для чего? Для того, чтобы против вас потом распространять сплетни. То есть он пытается задеть вас, он пытается ранить вас, он пытается извратить ваши слова для того, чтобы в народ Божий внедрять сплетни. Вот почему мы всегда должны быть бодрствующими. Чтобы никогда, ни от какого человека не принимать какого-то поношения, сплетни или клеветы. Мы должны быть очень серьезными. И непроверенную информацию никогда не пытайтесь переносить дальше. Ну, чтобы потом вам стыдно не было, чтобы вы не оказались даже невольным переносчиком сплетни. Об этом неоднократно нас предупреждает Евангелие. Что апостол писал, по-моему, Тимофею или Титу, говоря такие слова, чтобы тот отвращался от бабьих басней. Потому что люди в последние дни будут гордые, надменные, злоречивые. И все это люди такими будут не во внешнем этом мире, но это люди будут в церкви такие. Потому что внешний мир, он всегда, он тот же самый. Но это именно в церкви люди будут заниматься баснями, заниматься сплетнями, заниматься переносчеством, переносчеством и всеми остальными вещами. Для чего? Дьявол таким образом действует, стараясь поразить церковь. Конечно же, у меня есть утешающее обетование. Иисус сказал, врата ада будут двигаться на церковь, но они ее не одолеют. Врата ада церковь Божью не одолеют. Почему? Там всегда будут духовные здравые люди, которые всегда будут держаться и придерживаться здравого учения Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня своим обращением я хочу просто, так сказать, возбудить внутри вас чистый смысл. Чтобы вы всегда были внимательны к тому, что вы слушаете. Или это Слово Божье, или это информация о каком-то человеке, братья, сестре, служителе. Всегда старайтесь проверить информацию. И запомните, что ваша душа, ваш дух, ваш сосуд человеческий, ваш храм, это не мусорное ведро, в которое можно закидывать всякие басни, сплетни. Для чего дьявол это делает? Для того, чтобы ваш разум переключить. Чтобы вы уже не думали о горнем, не думали о земном, не думали об Иисусе, а думали о каких-то баснях, сплетнях и участвовали в каких-то склоках. Итак, мой практический совет, который действует в большинстве случаев, если вас кто-то вызывает на бой, так скажем, на разборки. А вы знаете, в церкви это часто такая тенденция, там часто проводятся церковные разборки. Ну, их еще принято называть братским советом. Когда, так сказать, члена церкви вызывают на разборку, ну, в связи с какими-то сплетнями, баснями, или там непонятками, или там, знаете, одна бабка сказала, ну, какая-то сплетница кому-то что-то там перенесла, ну и сразу церковные разборки. То, на мой взгляд, единственное, как можно победить в этом случае, чтобы тебя просто не оклеветали и не засыпали вообще хламом напрочь, всегда предлагайте таким людям молиться. То есть, из своей практики, конечно же, я не всегда так поступал, иногда приходилось и втягиваться, знаете, в какие-то разборки, и потом, знаете, на душе отпечаток такой мерзкий, да, грязный. Ну, вы знаете, друзья, да, о чем я говорю, потому что многие из вас тоже иногда велись на такие разводы дьявола, и вы думали, что вы людям стараетесь помочь, что-то объяснить, подсказать, но они вас только грязью поливали. Теперь я понимаю, почему Иисус Христос не всегда отвечал людям. Ведь обратите внимание, он иногда такие вещи говорил, от которых люди просто взрывались. Вот он сказал им, ешьте мое плоти кровь, там и так далее, там, ну, там много чего такого говорило, чего они соблазнялись. И некоторые недопонятые слова Иисуса Христа люди воспринимали, извращали, и на основании этого сплетни о нем создавали. Но обратите внимание, что Иисус даже никогда не пояснял внешним. Вот своим внутренним притчей наедине он объяснял. Внешним он вообще ничего не объяснял. От него, большое, 70 человек от него отвернулись и убежали, сказали, кто может это слушать? Обратите внимание, он даже не побежал за ними и не стал говорить, братья, вы неправильно поняли, я не то имел в виду. Посмотрите, Иисус знал, что этим людям, если они уже приняли против тебя решение, да бесполезно перед ними оправдываться и пытаться что-то объяснить. Я замечал за собой, да, когда что-то я говорю или проповедую, я знаю мысль в том контексте, да, в котором я говорю и веду ее. Но обычно люди, которые против тебя что-то имеют, они хватают, извращают и говорят, глядь, что он сказал, глядь, что он сказал. И я им пытался говорить, братья, да я, или сестры там, да это я не то имел в виду, вы неправильно поняли, я же вот об этом, об этом и об этом говорил. Но обратите внимание, что из 98 случаев они тебя и слушать больше не хотят. Поэтому я понимаю, почему Иисус Христос не побежал за этими семидесятями, потому что Иисус не хотел на них тратить время. Потому что они ухватились за вот эти слова насчет плоти и крови, все, они нашли подвох, как они думают, и побежали насаться, знаете, по улицам. Ну сто процентов они ж насались по улицам и рассказывали, что Иисус там такую ерунду якобы понес, что просто да это слушать невыносимо, ешьте плоть, кровь и так далее. Иисус не стал им объяснять, что я имел в виду образно там и так далее. Он не тратил на них время. Сегодня мы часто тратим время на каких-то людей, пытаясь там что-то им там, знаете, они там уловили тебя там, не поняли что-то, извратили, уловили и начинают тебя троллить, знаете, издеваться начинают над тобой. А ты пытаешься оправдаться, сказать, да вот я не то имел в виду. Обратите внимание, что когда Иисуса поставили перед правителем, задавали ему вопросы. Обратите внимание, он даже с ними не вступал в разговор, он молчал, он стоял перед правителем и вообще молчал, ничего не отвечал. Как вы думаете, почему? Да потому что всякое слово, которое он бы начал говорить, они бы обратили против него и еще сильнее усугубили бы. Но так как Иисус молчал, они все равно и в этом видели. Понимаете? То есть, если бы он говорил, они бы его обвинили. Он молчал, они все равно его обвиняли. То есть, они думали, что молчание это знак согласия своей неправоты. Нет, Иисус просто не хотел с ними вступать во всевозможные расприя. Поэтому учение апостолов и учение Господа нам практически повелевает и говорит нам, чтобы мы не участвовали ни в каких расприях и родословиях бесконечных. Мы должны участвовать только в тех христианских разговорах, которые в действительности могут быть для нас плодоносными. Которые в действительности могут нас наседать в вере, а не провоцировать нас на раздражение, ссоры, сплетни, клевету и прочие обсуждения. Давайте, друзья мои, мы сегодня научимся бодрствовать и трезвиться, как нас тому учил наш Господь Иисус Христос. Что ж, я желаю вам всех благ. Будьте бдительны, особенно в интернете. Потому что в интернете масса людей, которые с той или иной стороны всегда пытаются вас выбить из равновесия. С одной стороны, интернет очень полезная вещь. Потому что можно увидеть через интернет, потому что Бог и через интернет действует, использует. Ты можешь получить те или иные благие, хорошие вещи от общения с твоими братьями и сестрами. Но с той же стороны, тот же самый интернет может для человека или те же общения с неверными Богу людьми могут также и человека отвести от Божьей воли. Например, еще в первом псалме говорится, что блажен человек, который не идет в собрание развратителей, который там не находится, но который о Господе помышляет. И этот человек будет подобен дереву, которое приносит плоды, которое посажено у источника вод. Церковь, храните себя у источника вод, храните себя у источника Святого Духа. Не позволяйте дьяволу или каким-то людям, чтобы они пытались осквернить ваше сердце. Всегда бодрствуйте, любите Бога, ну конечно же любите и врагов. Пусть вас Бог благословит во имя Господа Иисуса. Аминь.